Брестский областной кожный нейрологический диспансер работает по многим направлениям. Лечение же пациентов с COVID-19 к профилю учреждения не имеет прямого отношения. Это издержки сложного эпидемического периода. Пройдя через шлюз полной экипировки, наша съемочная группа с медиками попадает на территорию красной зоны. На сегодняшний день стационарная помощь наша перепрофилирована для инфекционных больных. Оказываем больным помощь, долешивая больных, которые страдают коронавирусной инфекцией, пневмонией. Переводятся они с больниц первого уровня. Это центральная городская больница, городская больница номер один. У нас второй этап долешивания. Существует мнение, что пройдя курс медикаментозного лечения в стационаре, пациент становится совершенно здоровым. Во многих случаях это действительно так, но организм требует реабилитации и восстановления, если речь идет о средне-тяжелой и тяжелой формах течения коронавирусной инфекции. Мы работаем 17 сентября. Вначале у нас было одно отделение, затем в начале октября второе отделение. У нас работают два отделения, 100 коек. Наряду с нами в этом корпусе работают наши коллеги. Это коллеги с областной больницы, три отделения. Гастроэнтерологическое отделение, урологическое отделение и ревматологическое. Они тоже перепрофилированы ковид. Несмотря на некоторый спад в Бресте, заболеваемости коронавирусной инфекцией, перепрофилированном отделении кожно-венерологического диспансера медики все еще работают в напряженном режиме. Здесь нет свободных коек. Средним надолечиванием пациента находится 5-6 дней. И все это время за ними ухаживает медицинский персонал. Им самим сложно дышать в специальных костюмах. Но думать о себе некогда. Ведь каждый пациент нуждается в лечебных процедурах, уколах, таблетках и капельницах. В постоянном отслеживании самочувствия, измерении сатурации крови и давления, а порой и просто в добром слове. На данный момент у нас в отделении лежит 52 человека. Палаты у нас все заняты. Даже задействовали ординаторскую. Мы являемся кожным отделением. И отделение для оказания пациентов с ковидом, оно, конечно, отличается. Пациенты совсем другие. Пациенты тяжелые. То есть тут особое внимание надо и температура, чтобы контроль температуры, кислород, чтобы мерили давление тоже подскакивает у пациентов. И, конечно, по нагрузке сотрудников это очень заметно. Особенно тяжело и заметно по нагрузке процедурной сестры. Я просто как старшая скажу, отмечу просто этих девочек, потому что они работают на износ. Очень сложно, очень трудно. Мы это все видим. Но абсолютно график у них, я могу сказать, такой плотный график, понимаете. Бывает, что 2, 5, 7 раз зайдут, спрашивают, как настроение, как дела, все нормально. Но это все видно. Подобное перепрофилирование здесь проходит уже в третий раз. В первую волну было пролечено 600 пациентов, во вторую – 700, а сейчас эта цифра чуть выше пяти сотен. Медики надеются, что в скором будущем необходимость работы не по профилю станет неактуальной. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...